Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео, как я обещал, покажу полностью все размеры своего самодельного пресса. Расскажу о некоторых нюансах, ну и в конце видео немножко поработаем на нем. Так сказать, попрессуем. Поехали! Спонсором и партнером нашего канала является интернет-магазин Все Мотоблоки. Сейчас множество хороших современных мотоблоков Кентауэр, Форта, Матерсич, дизельные и бензиновые. Их применяют под разные цели и задачи. А разобраться и подобрать хороший вариант вам помогут специалисты интернет-магазина Все Мотоблоки. На сайте Все Мотоблоки большой выбор тракторов, мотоблоков и навесного оборудования к ним. После заказа вам могут доставить товар по Украине прямо к дому, независимо где вы живете. И кстати, на многие товары действует бесплатная доставка. А также любой выбранный товар вы можете купить в расстрочку без переплат или кредит. Условия уточняйте по телефону, указанному на сайте. Если не можете определиться с товаром, звоните и вам помогут подобрать. Ссылка на интернет-магазин Все Мотоблоки находится в описании под видео. Итак, друзья, конструкция очень простая. Две стойки, две поперечины по две штуки параллельно. Значит, домкрат, бегунок на котором ходит домкрат, пружины, ну и сами ножки. Что у кого есть, то вот с того и делаем, так сказать. Стойки делал с уголков 63 на 63 и толщиной стенки 6 мм. Почему с уголков? Потому что был у меня уголок. Лучше, конечно, делать с такого вот швеллера 140 мм. Итак, высота. Меряем от ножки до самого верха 174 мм. В каждой стойке у меня сделано по 10 отверстий. С каждой стороны отверстие диаметром 30 мм. Расстояние между отверстиями по центрах 100 мм. Почему 100? Потому что ход штока самого домкрата тоже 100 мм. Значит, первое, самое нижнее отверстие, если мерить от ножки на расстоянии 300 мм. Следующее 400, 500, 600, ну и самое последнее 1200 мм. Пресс стоит на двух уголках 50 на 50 и длиной 600 мм. Значит, в каждый уголок сделаны ножки с болтов на 12. Внизу приварены шайбы и таким способом можно легко выставить пресс на любую поверхность. Внизу между стойками для жесткости приварил уголок 50 на 50. Расстояние между стойками по наружным размерам получается 790 мм. В верхней части пресса приварены два швеллера. Швеллера 140 на 60 и длиной 800 мм. Точно такие же два куска работают у меня на поперечине, которая ходит по вертикальным стойкам. Точно те же размеры и точно тот же швеллер. Над швеллерами сделана перемычка приваренная. Под швеллерами сделан упор для домкрата из двух кусков рельсы узкоколейки. Под рельсами идут две планки толстостенные на 15 мм. И сделано кольцо с трубы для упора, чтобы шток домкрата не выскочил в сторону. В качестве силового агрегата использую китайский домкрат с ходом самого штока 100 мм. Как заявлено производителем, домкрат может поднять вес до 20 тонн. Домкрат стоит на платформе толщиной 15 мм. Ширна платформы 150 мм и длина 185 мм. По бокам упоры с трубы 15х15 квадратный профиль. Ну и дальше уже пошла труба 60х30 мм. С правой стороны 220 мм. С левой стороны 245 мм. И с обоих сторон приварил с той же трубы такие Т-образные упоры длиной 110 мм. К которым приделал крючки для пружин. Сама вот эта вот платформа, на которой стоит домкрат, подвешена на 4 пружинах и имеет люфт. Под платформой домкрата приварил толстостенную трубу, в которую вставляется сам упор. Этот толкатель можно менять. Фиксируется он боковым болтом. Сделан с мягкой стали. Наверное сталь 3. Дальше у нас идет поперечная упорная планка швеллеров. Эти швеллера связаны, сварены между собой трубой диаметром 43 мм. Поперечина из швеллеров фиксируется на вертикальных стойках с помощью двух щифтов. Диаметром 28 мм и длиной 220 мм. Значит, друзья, фиксацию данного упора можно производить штифтами как через швеллер, так как сделано у меня просверлено отверстие, так и под швеллер тем же самым штифтом. Я же сделал фиксацию данным способом, потому что считаю ее более надежной. И заводские прессы ОКС 1671 делаются именно таким способом. Такая фиксация требует более точного измерения всех отверстий и сверлений на обоих стойках, так как если где-то что-то мы сместим в сторону, то штифт не войдет через четыре стенки. Почему же данным способом делает завод и почему так сделал я? Я вам сейчас постараюсь объяснить. Смотрите, пресс давит на середину двух швеллеров. Это первая точка опоры. У нас еще есть две точки опоры, два штифта, которые размещены буквально там на 3 см где-то ниже точки опоры, куда давит пресс. Эти точки фактически находятся на одном уровне и какой-то силы, которая может разорвать вот эти вот два уголка в стороны, ну фактически нет. Если мы сделаем фиксацию снизу, вот таким способом, то есть получается уже большая разница в самих высотах и швеллера идут на разлом, то есть их выгибает. И внутренние вот эти вот перемычки сварены, их нужно делать более мощными или добавлять, или усиливать, ну это уже такое дело. Может кто-то не понял, давайте еще раз постараюсь показать наглядно. Вот смотрите, тот же самый швеллер, домкрат давит сюда, сверху. У нас точка опоры находится на 3 см ниже. И вот здесь вот плеча фактически никакого не получается. Если мы точку опоры сместим вниз, то получается у нас уже плечо, которое разрывает нашу поперечину в стороны. Хотя данный способ фиксации снизу он более прост и не требует таких более тщательных замеров и сверлений вот этих вот всех отверстий. Минимальное расстояние между толкателем и поперечиной 90 мм. Ну и как оказалось, самые верхние отверстия в принципе и не нужны. Хотя все зависит от высоты вот этого верхнего упора, который я сделал с рельс. У меня эта высота составляет 90 мм. Вот посюда. Почему я сделал такой высокий упор, друзья? Потому что сам домкрат низкий и если он будет стоять выше, то при качании рукоять вот упирается вот этот вот швеллер. А так все отлично работает. Так, ну а теперь давайте опустим поперечину в самое нижнее отверстие. И измерим максимальное расстояние для деталей, которую можно будет сюда вставить. Значит максимальное расстояние, друзья, получается у нас 895 мм. Это чтобы не забыть. Ну я думаю, в такое расстояние поместится задняя полуось с любого легкого автомобиля или же буса. Но если же нет, то при большом желании можно досверлить еще одно отверстие. Это без проблем. Зовут его Руслан и канал называется Рукастый колхозник. Друзья, интересный контент, качественно снято про такую же, как у нас с вами сельскую жизнь с мотоблоками. Попросил меня в одном из своих видео вспомнить о нем. Ссылочки на канал Руслана в описании под видео. А мы работаем дальше. Домкрат у меня без доработок. Как он шел с завода, так он здесь и стоит. Возможно, сделаю съемный барашек на вентиль. Обязательно съемный, так как планирую все-таки этот домкрат использовать по прямому своему назначению. И, соответственно, назревает вопрос, как его отсюда демонтировать. Так как вся эта конструкция подвешена на четырех хороших пружинах. Снимать какую-либо сторону из пружинами, это, я вам скажу, занятие такое непростое. Ну, а давайте я все-таки покажу, как это делается очень легко и просто на моей конструкции. Все вы заметили на обоих стойках по бокам отверстия, в которые можно вставить штифт, отвертку, ну, что-либо. В данном случае у меня две отвертки по бокам. Вот. И откручиваем вентиль. Планка зафиксировалась. И снимаем домкрат. Ну, и также очень легко его установить обратно. Так, ну, вот, в принципе, друзья, по размерам и нюансам все. Давайте теперь немножко его потестируем, что-нибудь попрессуем. Самое первое, друзья, мне хотелось показать, как мне раньше не хватало этого пресса. Так как в некоторых своих самоделках я делал валы. Валы были обработаны на токарном станке. Валы длиной более полуметра. А мой токарный станок берет всего-навсего 300 миллиметров. И вот эти два куска вала по 300 миллиметров нужно было состыковать посередине муфтой. Состыковка производилась прессованием. Ну, как прессованием? Кувалда или молоток, сами понимаете. И потом фиксировался штифт. То есть, два вала посередине муфта со штифтами. Валы запрессованы. Я сделал два образца на токарном станке. Две пары. То есть, будем считать, что это муфта. Будем считать, что это вал. Две детали нужно запрессовать. Размеры одинаковые. Что здесь, что на второй паре. Для правдивости эксперимента. Для начала я вам покажу размеры. Сначала муфты. Вот 21,1. И вторая. 21,1. И то же самое на так званых валах, которые будут прессоваться. 21,2. И 21,2. То есть, вал больше на одну десятую. Давайте сначала запрессуем молотком или кувалдой. Так, значит, вот этот молоток у меня мягкий. По обычному молотку или кувалде. Не рекомендую я бить, так как может отскочить осколок. Ну, в общем, поехали. Вот так вот получилось. Такой вариант имеет право на жизнь. И раньше я так и делал. Ну, а теперь вторую пару давайте запрессуем на прессе. Вот так вот. Вообще без напряга. Ну, вот такой результат. Есть у меня такая вот серьга. Это задние рессоры автомобиля Sprinter. Рессора лопнула. Ну, а сережка осталась. Здесь или с один блоки, или резиновые втулки. И здесь в рессоре тоже. Давайте попробуем выпрессовать. Вот так вот. Ну и давайте эту втулку резиной тоже выпрессуем с рессоры Ну вот еще нашел такой резиновый саленблок или втулка не знаю откуда написано Gemini В середине видите есть такая металлическая втулочка которую нужно оттуда достать куда-то еще пригодится Давайте попробуем Ну это точно уже был саленблок как как втулочка в середине к резине была приварена Ну вот друзья в принципе на этом все что хотел показать показал что хотел рассказать рассказал я думаю такие штуки в любую мастерскую будут полезные я думаю что такие штуки в любом нормальном СТО автомобильном уже есть а мы с вами работаем с удовольствием с вами был Юрий Сербин до новых встреч пока пока увидимся субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok